Здравствуйте, это новости на канале Арт-Виарь, в студии в Нью-Йорке Лиза Каймин. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях, которые происходят сейчас в мире в этом выпуске. Байкот в ответ на клеймо. МИД Израиля грозит приостановить дипломатический диалог с Евросоюзом из-за требования маркировать продукты из поселений. Допинговый удар по репутации. Медали российских легкоатлетов могут перераспределить между другими спортсменами, а министра спорта Мутко исключить из исполкома ФИФА. Никто не забыт, в США сегодня парадами и артиллерийскими салютами чествуют ветеранов и вспоминают солдат, погибших в различных войнах. Голубая луна и сладкая Жозефина. За сколько миллионов долларов ушли с молотка редчайшие цветные бриллианты? Израиль сегодня пригрозил приостановить дипломатический диалог с Евросоюзом. На столь резкий шаг Иерусалим решился после того, как ЕС потребовал маркировать товары, произведенные на территории еврейских поселений. Новые директивы, касающиеся изделий с западного берега, голландских высот, а также из восточного Иерусалима, утвердила Европейская комиссия. В Брюсселе считают, что эта мера принята исключительно по техническим причинам, но в Израиле ее называют дискриминационной. Как заявил премьер-министр Бенемин Итаньягу, инициатива маркировать продукты не только несправедливо, но еще и подрывает ближневосточный мирный процесс. Сейчас на связи с Нью-Йорком мой коллега в Тель-Авиве Евгений Сава. Женя, добрый вечер, и вам слово. Добрый вечер, Лиза. Ну, решение Еврокомиссии здесь, в Израиле, называют постыдным. Абсолютный, я бы сказал, консенсус в политической системе страны. Практически все, не только партии, которые входят в коалицию, но и представители оппозиции заявили, что такой шаг Еврокомиссии маркировать товары, которые были произведены на территории Иудеи, Самарии и на израильской части голландских высот, здесь называют не иначе как уступкой террору, не иначе как попыткой вернуть историю 70 лет назад, когда в нацистской Германии таким образом маркировали еврейские магазины. И, конечно же, это вызывает здесь очень бурную реакцию, хотя нужно подчеркнуть, этого решения здесь в Израиле ждали, ждали в МИДе, премьер-министр это ждал. И вот этот день наступил, и, собственно, реакцию премьер-министра Израиля мы можем с вами послушать. Это решение является примером лицемерия и двойных стандартов. В мире есть более 200 конфликтов, но Европейский Союз решил выделить только Израиль, борющийся против террора. И именно в тот момент, когда волна террора растет, очевидно, это никак не относится ни к морали, ни к справедливости. Одно ясно. Израильская экономика достаточно сильна. Она не пострадает от этого решения. Лиза, в Израиле говорят, что такое решение Еврокомиссии разделить фактически товары, которые произведены внутри Израиля и на территории Иудеи Самарии, ударит прежде всего не столько по поселенцам, которые там живут и работают, сколько по палестинским рабочим. Дело в том, что на территории Иудеи Самарии работают порядка 100 тысяч палестинцев. И, собственно, если эти товары не будут покупать в Европе, то предприятия, которые там находятся, будут закрываться, и палестинцы потеряют свое место работы. Об этом говорит глава Совета поселения Иудеи Самарии Авероэ. Это решение для нас удар, но не такой сильный, каким его пытаются представить. Я бы сказал, что это скорее удар по независимости Израиля, а также по палестинцам, которые работают на предприятиях Иудеи и Самарии. Ну, важно подчеркнуть, что израильтян не смущает, что на данном этапе речь идет лишь о рекомендациях. Дело в том, что эта поправка пока еще не вступила в силу, но, тем не менее, все израильские политики, чиновники в МИДе говорят, что в ближайшие недели здесь может быть выработан некий механизм ответной реакции. Возможно, Израиль прекратит какой-то диалог с Европейским Союзом, хотя мы знаем из прошлого, что такие отмены бьют прежде всего по израильтянам и по израильской стороне больше, чем по Европе. Однако Израиль как-то должен отреагировать, и об этом здесь сегодня говорят. По всей видимости, такие ответные шаги будут выработаны лишь, когда Нитанягу вернется из своей поездки за океан. Сейчас он находится в США, и только потом можно будет говорить, какова же на самом деле реакция государства Израиль на такой шаг Еврокомиссии и Европарламента. Лиза? Спасибо, Женя. С нами на связи был мой коллега в Израиле Евгений Сова. Москва сегодня выступила с идеей проведения в Сирии президентских выборов. Перед голосованием в Арабской Республике Кремль предлагает установить переходный период сроком 18 месяцев. Очередные переговоры по сирийскому конфликту пройдут в субботу в Вене. В преддверии встречи глава российского МИДа Сергей Лавров предложил определить, кого из противников президента Асада следует считать партнерами по переговорному процессу, а кого террористами. В Австрию своих представителей направят около 20 стран и международных организаций. Оппозиция Сирии на переговоры приглашена не была. Члены так называемой умеренной оппозиции московский план по урегулированию конфликта в регионе уже отвергли. По мнению противников режима Асада, главная цель России — сохранение у власти в Сирии действующего лидера. Тем временем Россия продолжает бомбить не те объекты в Сирии, о которых заявляют в официальных пресс-релизах. Об этом сообщила сегодня экспертно-журналистская группа «Биллингкэт», главной офис которой расположен в Великобритании. Еще в октябре «Биллингкэт» объявила о начале методичной проверки географии российских авиаударов по Сирии. В качестве свежего примера приводится брифинг российского министерства обороны от 9 ноября. В понедельник пресс-служба ведомства отчиталась о 131-м боевом вылете и поражении 237 объектов инфраструктуры ИГИЛ. Эксперты «Биллингкэт» утверждают, что некоторые удары пришлись по территории, откуда боевиков исламского государства отряда сирийской оппозиции вытеснили еще в январе 2014 года. Помимо этого, по данным «Биллингкэт», на опубликованных видеозаписях фигурируют районы, расположенные вдали от тех мест, на которые указывают российские военные. На просьбу BBC прокомментировать заявление экспертной журналистской группы пресс-служба Министерства обороны России не ответила. Сегодня же опубликованы доказательства присутствия российских военных за пределами авиабаз военно-воздушных сил России в Сирии. Расследование некой группы активистов из Москвы, именующих себя «Конфликт Интеллидженс Тим», обнародовал телеканал «Аль Джазира». Среди прочего, там есть фотография, которую, как утверждает автор поста, выложил в соцсети один из российских солдат. «Конфликт Интеллидженс Тим» установили, что фото снято в поселении примерно в 100 километрах от российской авиабазы в Латакии. В районе, где сделаны фотографии, сейчас идут бои правительственных войск Асада с оппозицией. Кремль отказался комментировать сообщения блогеров об увеличении контингента российских военных в Сирии и настаивает, что российские военные не участвуют в наземных операциях в Арабской Республике. Тем временем, российские легкоатлеты, замешанные в допинговом скандале, могут потерять свои медали. В Международном Олимпийском комитете заявили, что готовы перераспределить награды спортсменов из России между атлетами из других стран. Тем временем, скандал с запрещенными препаратами обрастает все новыми деталями под угрозой не только репутации, но и должность, которую министр спорта России Виталий Мутко занимает в исполкоме ФИФА. Если, конечно, подтвердится его причастность к махинациям. Все подробности у Евгения Маслова. Российский допинговый скандал самый крупный со времен стероидного скандала вокруг спортсменов бывший ГДР в 70-х годах прошлого века. Российские чиновники от спорта в Москве уже даже не оспаривают факты нарушений, но отрицают их масштабы и выступают против того, чтобы всех российских легкоатлетов отстранили от Олимпиады 2016 года. В чем виноваты эти спортсмены? Они никогда никаких нарушений допингового характера не имели. Они работают чистыми, их много раз проверяли. Почему их надо лишать возможности? Из-за той коррупции, о которой вы говорите, которая имела место несколько лет назад. Ее сейчас нет в любом случае. Последнее слово теперь за Международной Ассоциацией Легкоатлетических Федераций. Москве дается время навести порядок в системе проверок и доложить о них в антидопинговое агентство. Его независимая комиссия в результате расследования пришла к выводу о многочисленных манипуляциях с допингом в российском спорте. Но на улицах Москвы в эти обвинения верят далеко не все. Оснований не доверять заявлениям УСКО и прочего нет. Считаю, что это политически мотивированный наезд на наш спорт. Скорее всего, что-то есть. Наверняка все спортивные едят протеины, еще что-нибудь, чтобы поддерживать уровень. Что-то да есть. Нас не победить, понимаете. Кто бы как бы не хотел, чтобы мы были слабее, кто бы как бы не хотел, чтобы мы не победили. Но все на самом деле, все не так. Мы победим. Есть, наверное, как нет. Есть, наверное. Все же принимают это. Все мир принимают, только не Россия. Хочется верить, что они чистые. Они такие здоровые, красивые по телевизору. На Западе в выводах комиссии антидопингового агентства не сомневаются. Стероиды и другие запрещенные препараты употребляли и употребляют атлеты многих стран, включая США. Допинговые скандалы по итогам Олимпиад не редкость. Нью-Йоркский спортивный комментатор Карлос Лейва говорит, что в этом случае поражают масштабы вовлечения в манипуляции государства. Но не верят в то, что российским спортсменам запретят участвовать в Олимпийских играх в Рио. Все дело в том, что теперь есть новые технологии создания препаратов. Их все сложнее и сложнее определить и выявить. К тому же сейчас и спортсмены научились заранее узнавать о предстающих тестах. И, разумеется, здесь имеет место подкуп. Я, тем не менее, думаю, что российские атлеты будут все же участвовать в Олимпийских играх. Они попытаются исправить ситуацию, скорее всего, только поверхностно, но достаточно для того, чтобы их допустили к играм. Международный Олимпийский комитет, тем не менее, похоже, серьезно настроен перераспределить медали российских атлетов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Запрос на этот счет мог направил в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций. Она теперь будет решать судьбу российских олимпийских медалей. Евгений Маслов, телекомпания RTVI. Шпионский скандал в Европе. Немецкую разведку заподозрили в слежке за высокопоставленными дипломатами. Как утверждают берлинские СМИ, Федеральная разведывательная служба Германии шпионила за главой МИД соседней Франции Лораном Фабиусом, а также за немецким дипломатом Хансом Йоргом Хабером. В настоящее время он занимает должность посла Евросоюза в Турции. Кроме того, по данным немецких газет, в поле зрения германских спецслужб попали чиновники Международного уголовного суда в ГАГе, работники Всемирной организации здравоохранения, сотрудники ФБР и американских компаний. Ранее разведка ФРГ уже оказывалась в центре скандалов. Ее обвиняли в шпионаже за дипмиссиями дружественных государств. В отношениях Германии и России сегодня и в последние 70 лет стали предметом исследований историков в Москве и Берлине. Их итог – выставка, которая открылась в российской столице. Подобная экспозиция под названием «Россия и Германия от конфронтации к сотрудничеству» уже работает в ФРГ. Подготовку к открытию межгосударственного проекта начали еще до событий в Крыму, войны на востоке Украины и санкций. И в последнее время работа над выставкой осложнилась, но отказываться от идеи не стали. Впрочем, без скандала не обошлось. В Берлин не приехал российский министр культуры Владимир Мединский. Не пришел он и на выставку в Москве. Экспозицию открывали заместители министров культуры двух стран. Репортаж Николая Старобахина. На этой выставке о российско-немецких отношениях рассказывают не только 330 экспонатов. Сама работа над экспозицией стала сложным историческим процессом. Организаторы из двух стран спорили о прошлом, еще больше о настоящем. Не случайно даже в приветственных речах не обошлось без слова Крым. Работа над выставкой проходила нелегко. Сложности в первую очередь были обусловлены теми событиями, которые сейчас происходят в Украине и в Крыму, и нашим отношениям к ним. Отдельные экспонаты этой выставки еще недавно были засекречены. И за каждым своя история. Акт о капитуляции Германии и мундир маршала Жукова, в котором он присутствовал на подписании акта. Нюрнбергский процесс и Потсдамская конференция. Строительство и разрушение Берлинской стены. А на этом мониторе непрерывно показывают футбольный матч, тоже ставший частью исторического процесса. Товарищеская игра СССР и Германии. Первая после войны. 55-й год. Прошло всего лишь 10 лет после войны. Еще очень свежа память. Еще живы практически все ветераны. И это был гениальный ход, гениальный ход, чтобы, может быть, сделать такой первый шаг к примирению. Две недели назад подобная выставка открылась в Германии. И оказалось, что одни и те же события страны до сих пор видят и понимают по-разному. Вот объединение в 46-м году двух немецких партий, коммунистов и социал-демократов. В Германии убеждены, что это решение не было добровольным. В советской, а теперь российской истории, в искренности немецкого народа не сомневались. Или, например, 61-й год. Строительство Берлинской стены. На фотографии в немецком музее колючая проволока. Символ разделения державы. В Москве другое фото противостояния танков у чекпоинта Чарли. И совсем другой символ. Если там танки стоят напротив, и строишь стену, это, конечно, из-за шита. Конечно, была защита. Это одна перспектива. Или это разделение страны. Это другая перспектива. Договорились просто. У каждой страны будет своя историческая правда. Но разобраться с прошлым легче, чем с настоящим. Название выставки «От конфронтации к сотрудничеству». По иронии судьбы, за те два года, что готовилась экспозиция, страны, по сути, снова перешли. А сотрудничество – конфронтации. В наше время, сегодня, отношения между двумя нашими странами переживают не самый лучший период, не лучшие времена. Ну и тем важнее вместе оглянуться и на пройденный путь. Вообще, изучение прошлого для анализа сегодняшнего дня крайне важно. Но российско-немецкие отношения – это не только политика. И выставка это наглядно подтверждает. Вот шкаф из ГДР в 60-х. Достать такое в Советском Союзе считалось большой удачей. А это кадры приезда Скорпиенс в Москву. Символ уже новой эпохи. Хронологический финал и у немецкой, и у российской. Выставок одинаков. Выступление писателя и блокадника Даниила Гранина перед Бундестагом в январе 2014 года. После этого – символическое многоточие. Кто-то разглядит в нем последние внешнеполитические события, которых на выставке решили не касаться. Но стороны убеждены – надо продолжать диалог, даже если точек соприкосновения гораздо меньше, чем разногласий. Николай Страбахин, Дмитрий Гусев, Артевиай, Москва. Вы смотрите новости на канале Артевиай и далее выпуски. Никто не забыт в США сегодня парадами и артиллерийскими салютами. Отмечают память погибших и в различных войнах солдат и чествуют ветеранов. Голубая луна и сладкая Жозефина. За сколько миллионов долларов ушли с молотка редчайшие цветные бриллианты. Все это через пару минут на канале Артевиай. Оставайтесь с нами.